ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образования. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Маруся, Маша Мацкевич. Мария Мацкевич, продуктовый руководитель умных колонок с голосовым помощником Марусей, учит меня, как не ошибаться в ответах на ваши вопросы. Маша, скажи, пожалуйста, как нужно правильно общаться с капсулой, чтобы все задачи, все мои желания и хотелки были удовлетворены? Мне кажется, нет какого-то единого рецепта или единого правила, как нужно так или иначе формулировать команды. Мне кажется, важно помнить о том, что все-таки, сколько бы ты не ожидал умности от того ассистента, с которым ты общаешься, важно помнить, что это пока еще все-таки робот, алгоритм. Это не человек, он не видит его контекста, который тебя окружает. Поэтому нужно максимально полно и четко формулировать свою команду. Если, например, хочешь послушать какую-то определенную музыку, лучше так и говорить, а не просто слово «включи», и дальше мы пытаемся сориентироваться. Включи что? Свет, музыку. И начинаешь напевать. Да, и начинаешь напевать. Это действительно важно, и это помогает лучше отвечать. И еще такой важный момент и интересный момент, который на самом деле находится под капотом и не виден всем остальным пользователям. Мы можем дать какую-то команду и услышать очень странный ответ. И создается впечатление, что все вроде было понятно, команда принята. Но почему же такую ерунду сейчас я слышу? На самом деле нет, это не ерунда. Все дело в том, что для того, чтобы правильно понимать команду, есть специально обученный блок. Называется он ISR – Automatic Speech Recognition. И, в общем-то, этот блок отвечает за то, насколько правильно и корректно распознается речь человека. И вот в этом блоке есть модель, которая отвечает за то, насколько полон словарь нашего ассистента. Это языковая модель. Обычно, с чего все начинают? Они берут некую general область, это такой общий домен, то, что мы максимально часто используем в речи. И, например, если представить, что мы бы обучили нашего помощника только на основе вот этой вот general области, что бы тогда было? Ты бы попросил, например, сказку… Не знаю. О царе Салтане. Да, слушай, царь Салтан – это довольно популярная штука, потому что где-то в каких-то источниках, на основе которых мы учили, собственно, эту модельку, и царь, и Салтан, скорее всего, проскакивал, по крайней мере, в русскоязычном поле. А вот, например, такое слово, как «мюкля», ну, наверное, нет. Поэтому, если мы спросим, что это такое, мы рискуем получить ответ про, не знаю, допустим, мюсли или что-то подобное. Это забавно. И, с одной стороны, мы отвечаем правильно, потому что мы по своим внутренним весам, с учетом этой модельки, поняли, что да, это мюсли. А с точки зрения пользователя мы, естественно, допускаем ошибку и, в общем, уходим в какие-то непонятности. Если, короче, сложные, какие-то сложно выговариваемые слова мы лучше доверим, это все-таки поисковику? Нет, не совсем так. На самом деле, чтобы становиться более умными, мы расширяем состав языковой модели, поэтому мы начинаем понимать и мюклю, и какие-то сложные англоязычные названия песен. То есть мы постоянно занимаемся обогащением языковых моделей, более того, вот эти языковые модели, они для каждого домена, то есть для тех, ну, условно, для тематики, они могут создаваться специально, и тем самым мы имеем много-много языковых моделей внутри вот этого блока ISA. И за счет этого понимаем лучшее. И еще такой важный момент про умность. Мы на деперсонализированном объеме данных регулярно, вообще постоянно проводим оценку, насколько ок или не ок наши ответы. И сейчас мы эту оценку проводим на основе такой общей генеральной метрики уместно-неуместно. И вот в следующем году один из основных наших планов это подкрутить методику оценки в сторону не просто уместно-неуместно, а добавив специфических метрик. И вот эти специфические метрики будут, по сути, таким классным редактором. Если мы говорим много, пространно, мы сейчас можем сказать, окей, это уместный ответ. Но на самом-то деле пользователь уже уснул, ушел в сторону, и это не ок. И давай попробую продемонстрировать, как это может выглядеть. Есть забавная штука с акулой. Маруся, какая самая большая акула? Гигантская акула-молот получила свое название за впечатляющие размеры тела и входит в число самых крупных акул, существующих в мире. Почетное пятое место в рейтинге самых больших акул в мире занимает пелагическая большеротая акула. Гренландская полярная акула принадлежит к самым крупным акулам в мире, обитающим в северных водах. И вот после такого ответа я как пользователь, я нифига не понимаю, какая самая большая акула. То есть то, что было посерединке, да, оно что-то там на пятом месте. А вот эти первые две, а какая из них самая большая? А я на самом деле видела еще референд, что самая большая – это китовая акула. И если мы сейчас оценим этот ответ, мы скажем, да, он уместен, потому что мы дали релевантную информацию. Но с точки зрения того человека, который эту информацию себе вобрал, у него остаются вопросы. А у меня немножко каша осталась закрытой. Да, поэтому мы вот собственно с этой кашей мы будем бороться. За счет этого мы с большой долей вероятности достигнем успеха. То есть мы будем отвечать не просто ок или не ок, а то, как ожидают услышать. То есть приближаемся к более такому человечному ответу, я бы сказала, с точки зрения восприятия. Клево, расскажи по итогу, вот если все-таки у нас сегодня тематика – это образование, задаться вопросом, как стать разработчиком Маруси? В какую дверь нужно постучать, чтобы это случилось? Первая дверь, в которую надо стучаться, наверное, это математика. Нужно учить математику, важно… Дверь к своему классному руководителю и к преподавателю по математике. Тук-тук. На самом деле, если у кого-то все достаточно грустно с математикой или пока не хватает сил и терпения этим заняться, можно попробовать прийти к нам на платформу для разработки скиллов. И на самом деле на этой платформе, это Маруси Скиллап, можно, не обладая никакими специфическими математическими навыками программирования, создать свой скил. Ну, на самом деле, кроме математики, нужен еще и Пайтон. У кого его нет? Скиллы разрабатывать очень интересно, и у нас сейчас в нашем багаже внешних, мы их называем еще иногда внешние, вот эти вот скиллы порядка 130, и мне кажется, что это только начало пути, поэтому все, у кого есть вдохновение, желание, я призываю приходить на Маруси Скиллап и пробовать свои силы. Это, как минимум, действительно очень-очень интересно. Маша, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что такое скиллы? Скиллы — это умение выполнять ту или иную функцию, ту или иную команду. Например, мы можем сделать навык чтения сказок, или можно спросить, какая погода, и это тоже скилл, потому что он запрограммирован, и мы отвечаем, что такое погода, то есть какая она, какое давление и так далее. Где тогда взять эти скиллы? Смотри, скиллы создаются внутри нас, этим занимается наша внутренняя разработка, но скиллы могут создавать не только наши внутренние разработчики, но и все, кто находится вовне нашей команды. Для этого у нас создана специальная платформа для создания внешних скиллов. На эту платформу могут прийти все желающие и с математическим образованием, и без него. На платформе есть некий визуальный редактор, который позволяет тем, кто не обладает навыками программирования, создать свой скилл. То есть если я хочу закрыть свою потребность, то я могу зайти на эту платформу и создать какой-то свой скилл. Например, мне очень хочется, чтобы со мной каждое утро играли в какую-то определенную игру. Я захожу на эту внешнюю платформу и создаю эту игру, то есть я задаю некую последовательность действий, некий алгоритм, который по совокупности составляет собой эту игру. На самом деле у нас довольно много людей, которые заходят на эту платформу, создают свои скиллы, и мы даже проводим чемпионаты среди таких умельцев. Один из самых известных — это Маруся Скиллап. И на самом деле в рамках этого чемпионата был создан не один скилл, который сейчас живет внутри Маруси и, собственно, расширяет ее возможности для того, чтобы можно было закрывать потребности на любой вкус и цвет. Круто, Маш, я желаю, чтобы Маруся стала так же прогрессивна, как робота из фильма «Я робот», но более дружелюбна, скажем так. Поэтому спасибо, будем следить за развитием вас, и всех призываю обзавестись или, может, кому-то подарить на Новый год новые капсулы мини вместе с Марусей. Спасибо. Спасибо большое.